Ре. Вис Этерс Ирте. Оксана Карая, негражданка Латвии. В Москве учится в ВУЗе. Девять дней назад отправилась отдыхать в Черногории. Не подозревая, что вернуться в Москву будет не так просто. В аэропорту Домодедово проверка паспорта заняла необычно долгое время. Они спрашивают у меня, где ваша виза. Я говорю, что у меня безвизовый режим уже въезд. Сколько я езжу с 2008 года, по-моему, года. Потом мне сказали, что с 10 августа пересекать без визы границу России-Латвии могут неграждане только до 92 года рождения, до февраля. За нарушение визового режима Оксане грозили штраф в почти 30 евро и депортация ближайшим рейсом обратно в Черногории. Однако только после 14 часов пребывания в зоне задержания аэропорта Домодедово при помощи посольства Латвии в Москве Оксане оформили транзитную визу, чтобы на поезда могла добраться до Риги. Никакой официальной информации от посольства России получить не удалось. Но неофициально там говорят, что и до сих пор совершеннолетние неграждане, которые родились после 92 года, должны были получать визы. Но на это никто не обращал внимания. С 10 августа стали обращать. Однако для латвийского МИДа изменение процесса выдачи виз стало таким же сюрпризом. Это действительно первый такой случай, когда мы получили такую жалобу, и мы выражаем надежду, что это не будет служить какой-то новой тенденции. Как говорят в латвийском МИДе, вся необходимая информация о путешествиях в Россию будет доступна на сайте российского посольства в Латвии в ближайшее время. Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Латвийская телевидение.